Добрый вечер, любимый город! Здравствуй! Мы приветствуем из этой студии всех, кто устал от томного вечера и решил сделать его по-настоящему душевным и добрым. А что же для этого нужно? Ну, конечно же, как вариант звуки, скрипки и, к примеру, буддийские древности. Ну, а если быть точнее, то музыканты с мировыми именами и уникальные фонды из собрания Государственного Эрмитажа. Да-да, из самого Санкт-Петербурга. КОНЕЦ Звуки его скрипки делают мир ярче, душевнее и радостнее. Может быть, потому он одинаково проникновенно играет перед королевами и обычными прохожими. Артем Шишков известен как первый белорус, который сыграл на скрипке Страдивари. Этому музыканту поддаются сложнейшие произведения. Его имя стоит в программах крупнейших международных фестивалей. Дорогие друзья, радует, что звучание скрипки белорусского виртуоза Артема Шишкова под фортепиано не менее известной и талантливой Даши Мороз посчастливилось услышать и гомельчанам в колонном зале Дворца Румянцевых и Паскевичей. Скажу больше, эти музыканты гастролируют по всему земному шару, но сегодня они сделали паузу в своем плотном гастрольном графике для того, чтобы этот вечер провести вместе с нами на телеканале «Беларусь-4. Гомель». Лауреаты престижных конкурсов, международных конкурсов Артем Шишков и Даша Мороз и, самое главное, скрипка. Сегодня у нас в гостях добрый вечер, ребята. Здравствуйте. Скажите, как вам вообще Гомель и наша белая гостиная, учитывая, что вы выступали на самых разных концертных площадках? Да, надо решить, кто отвечает. Ну, на самом деле, вы знаете, мне, и я, может быть, могу говорить за нас, нам всегда очень приятно играть не только в Минске, а вообще в Беларуси, в городах Беларуси, потому что все-таки люди очень близки нам здесь, это наши родные люди. А что касается зала, то это прекрасный зал, и мы уже не впервые здесь выступаем, и с прекрасной акустикой, и с прекрасной публикой. Поэтому всегда большое удовольствие выступать здесь. Ребята, ваши имена вписаны в золотую книгу фонда «Новые имена планеты». Звучит в рамках планетарного масштаба прямо. Вы знаете, это фонд. Это, в общем-то, довольно высокопарно звучит, но фонд «Новые имена» – это российский фонд, который помогает талантливым детям и, ну, в общем-то, молодым музыкантам. В «Новые имена» мы уже не являемся. Да, то есть это было когда-то давно, я не знаю, лет 15, наверное, назад, когда я был стипендиатом этого фонда и, собственно, и внесли мы имя в эту золотую книгу. Вот, это, в общем-то, одна из многих, так скажем, регалий, что ли. Регалий, да. Да, вот. Но красиво звучит, поэтому, в общем-то, всегда в биографии это любят выделять. Очень красиво звучит. И вообще, я вот обратила внимание, что у вас очень много лауреатских премий, множество престижных международных конкурсов. А какой вот для вас, например, самый важный из этих наград, из этих конкурсов? Наверное, это был конкурс камерных ансамблей в Гданьске. Я даже точно, честно скажу, не помню, какой это был год, но мы с моими друзьями туда поехали играть трио, и мы его выиграли. И, собственно, наверное, это был очень важный момент в моей жизни, потому что я тогда четко поняла, чем я хочу в жизни заниматься. Это была такая радость, такая радость, какая-то такая, наконец-то пришла какая-то, по-настоящему какая-то уверенность в себе. И я, собственно, я дело тогда нашла, любимое. Вот именно этим я и хотела заниматься всю оставшуюся жизнь. Собственно, ну, я надеюсь, что жизнь еще осталась достаточно много, но дело я занимаюсь на этим. Молодая, красивая. Наверное, хочет комплимент, а что бы ты сказала лишнее. Нет, 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 нет. Артем, давайте так. Брюссель, 2012 год. Это этот, да, конкурс был? Расскажите, расскажите. Даже не знаю, с чего начать. Дело в том, что... Ну, во-первых, назовите, что это за конкурс для наших зрителей. Конкурс королевы Елизаветы в Брюсселе. Это один из, в общем-то, самых престижных конкурсов в мире. То есть вам аплодировала вся королевская семья. И вся Европа потом стала вас любить. На обручение, на объявление результатов, да, была королева и ее семья. И вообще, насколько я помню, в течение всего конкурса либо королева, либо кто-то из ее семьи постоянно присутствовал на всех выступлениях всех конкурсантов, которых было там что-то около 70 с чем-то. Надо сказать, что конкурс идет месяц. Да. То есть в течение месяца каждый день идут концерты, идут прослушивания. Начиная с первого дня оператора королева была в зале. И там, ну, не только королева следит за этими музыкальными событиями, но и вся страна. Абсолютно. Нет, это, знаете, это на самом деле... И даже таксисты знают результат этого конкурса. Да, я вот наблюдая за этим, я вспоминала то, как показывали вот этот эффект разорвавшейся бомбы, который произвел первый конкурс Чайковского в Советском Союзе, когда все таксисты знали, кто такой Ван Клиберн, и все знали, кто прошел финал, и что происходит в жюри, и между кем идет основная борьба, то есть знали все. Ну, давайте вернемся к Артему. Артем, вы участник конкурса, а вас пишут все газеты. В принципе, если я правильно читала, 78 участников, вы прошли там куда-то в финал, один из шести, получили одну из шестой какой-то премии. В финале было 12 человек. Расскажите, да, вот этот момент. В финал проходит 12 человек, и шестеро из них получают, так сказать, места с первого по шестое, и оставшиеся шесть получают просто звание лауреата. Вот, и вот мне посчастливилось... И любовь всей Европы, я так понимаю, да? Ну да, концерт, естественно, какой-то карьерный рост и так далее. Вот, но учитывая то, что у меня не было никакой поддержки ни в жюри, и, в общем-то, что, может быть, было недальновидно с моей стороны, но я так, я привык, в общем-то, сам все делать. Подождите, а что значит поддержка в жюри на конкурсе? Это хороший вопрос, потому что конкурсы – это еще и хороший бизнес. Так. Вот, и когда педагог отправляет своего ученика на конкурс, и если, к тому же, этот педагог сидит в жюри, даже если он не имеет права ставить ему баллы, то есть очень много, так сказать, подводных всяких течений, которые приближают, так сказать, приближают победу, что ли, этого участника. Потому что все равно вот этот музыкальный мир, он достаточно маленький, и все друг друга знают, и есть такая практика, и на самом деле, я не знаю, может быть, даже и нету, на самом деле, честных полностью на 100% конкурсов, потому что это, конечно, и престиж педагога, который отправляет своего ученика. Вы были очень талантливы, вы были гениальны, но, скажем, у вас не было такой популярности, которая появилась после этого конкурса? Ну, в Европе, да, я не был настолько популярным, как после Елизаветы, но вместе с тем очень удачно выступил, и было довольно забавно, потому что буквально за неделю до этого конкурса у меня был другой фестиваль, очень напряженный, с другой программой, и, в общем-то, у меня не было времени даже толком готовиться к этому конкурсу. В этом был тоже плюс, потому что не было времени не волноваться, и даже как-то не было времени осознать, где я нахожусь и что я делаю. Я просто выходил на сцену в идеальных совершенно условиях, полный зал, королева, прекрасный рояль, прекрасный свет, акустика гениальная, и я просто получал удовольствие. Я выходил на сцену, и я начинал улыбаться просто невольно. Неужели в присутствии королевы даже не было доли волнения? Вы знаете, нет, нет, было удовольствие. Это то, о чем мечтает каждый артист. Конечно, выходить, играть для полного зала, и тем более для королевы. А что за скрипка была у вас на этом конкурсе? Какая? Это был Андреа Гварнери, это дедушка знаменитого Дель Джезу, который продается за десятки миллионов долларов. Скрипка эта принадлежит Академии музыки белорусской. Она была приобретена после конкурса Чайковского, в котором я тоже участвовал. Но тогда я не прошел финал, но одна из причин это была, как мне объяснили члены жюри, это был инструмент низкого уровня. Подождите, это та история, когда, если я правильно понимаю, когда Юрий Башмет помог, посодействовал вам? Не Башмет, а Спиваков. А, Спиваков. Владимир Спиваков, да, он был тогда председателем жюри. Он, по-моему, обратился с просьбой к нашему президенту, чтобы вам приобрели инструмент. Да, совершенно верно, он написал личное письмо нашему президенту, да, с просьбой о том, чтобы приобрели какой-то стоящий инструмент. Потому что в России довольно большая коллекция хороших старинных итальянских инструментов струнных, а в Беларуси ее просто нет. Сейчас вот это единственный инструмент, который появился. Я вообще, знаете, хочу, чтобы вы нам что-нибудь сыграли, если это возможно. А потом мы обязательно поговорим про этот инструмент. Перед тем, как сыграть, вот хотелось бы узнать... На чем будем играть, да? Скрипка, которая сегодня у нас в студии. Я даже боюсь о ней говорить. Это инструмент, в общем-то, он сопоставим с Андреем Гварнери тоже. Это Габриэль, тоже старинный итальянский мастер 18 века. Этот инструмент не мой, я его взял в пользование. Но мне так нравится, что я ищу для него инвестора. То есть практика, которая в Европе и вообще в мире в целом очень распространена, когда меценаты или какие-то богатые люди, они приобретают старинный инструмент или картины, знаете. Потому что это очень хорошее вложение. То есть меценат покупает себе инструмент и дает вам в пользование? Да, и дает в пользование музыканту. Потому что если на инструменте не играть, он расклеивается, он должен звучать, он должен вибрировать. Ну, вы знаете, может быть, покажется не совсем образованным, но вопрос все-таки задам. Почему скрипка чем старше, тем дороже? Она лучше звучит? Есть несколько причин. Она лучше звучит, да, со временем. Но надо сказать, что здесь есть такой момент, что если новый инструмент совсем, он через какое-то время может перестать звучать или начать звучать хуже. Но вот эти старинные итальянские инструменты, в чем их ценность, собственно? Потому что дерево, оно со временем усыхает. И также и лак, он пропитывается, дерево. И качество звука становится лучше. Вторая причина еще, это то, что сейчас не найти такого качества древесины, которая была тогда. Меняется климат. Я понимаю, климат, да, климат. Не тот климат, да, меняется климат. Меняется выдержка дерева. Потому что дерево, из которого делали эти старинные инструменты, оно могло доходить до сотни лет и даже больше. Выдержка самого дерева. Потому что если спилить дерево и начать с него делать инструмент, то оно просто все скукоржится через несколько месяцев. Оно должно быть сухим, выдержанным. Плюс еще, конечно, там всякие секреты, которые были у мастеров, у семей, у местностей. Артем, скажите, самая древняя скрипка на планете, это сколько ей лет? И что это за скрипка? Мне сложно сказать, я, честно говоря, не знаю, что за... Я была уверена, что вы знаете. Но... И хотите на ней сыграть, мне казалось, нет? Тоже зависит... Ну, вы знаете, это не факт, что она будет лучше. Она просто может быть очень старой. Она может быть очень старой, она может быть очень дорогой, потому что это, в первую очередь, музейная ценность, музейный экспонат. Вообще на цену скрипки влияют несколько факторов. Это, в первую очередь, имя. Страдивари, если это Страдивари или Гварнери, то это уже будет, да, это уже будет несколько миллионов. Это как лейбл, знаете, Кока-Кола... Бренд. Да, бренд, бренд. Точно так же, как Стэн Вэй. То же самое. Потом играет роль его, так сказать, целостность. Насколько он поврежден, как он был реставрирован, сколько в нем трещин и так далее. И только на третьем месте его звучание. То есть, то качество, которое важно мне, как музыканту. Потому что мне совершенно все равно, кто ее сделал. И насколько она самая. Главное, чтобы она звучала хорошо. Ну тогда вот, итальянская скрипка в нашей студии. Дорогие друзья, 18 век. И вы не поверите, Артем Шишков вместе с ней сейчас исполнит для вас что-то невероятное. Я сыграю фрагмент Чакон и Баха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Браво! Ну, Саша, теперь сам веди программу. Я по впечатлениям. Вообще, что это за история была? Где, как, каким образом вам удалось взять скрипку Страдивари? И что это было за... Как это было? Это был фестиваль имени Башмета, который ежегодный фестиваль в Минске. И было привезено на этот фестиваль, по-моему, 7 инструментов старинных итальянских мастеров. В том числе и скрипка Страдивари. И был, кстати, очень такой забавный момент. Один скрипач, который должен был участвовать в одном из концерт-фестивалей. Что случилось с его полетом? Он был задержан в аэропорту. Я имею в виду полет. Полет, понятно. И он не прилетел вовремя на концерт. И организаторы фестиваля обратились ко мне с просьбой, в общем, заменить нужно было. И предложили мне сыграть концерт на скрипке Страдивари. Естественно, я согласился. И я репетировал. Рядом стоял человек... Охранник. Охранник, да, который следил, в общем. И перевозили ее только в бронированном Мерседесе. Но это было, конечно, для меня тоже стрепетом. Я очень... Ну, энергетика какая-то из... Почувствовали энергетику? Конечно, конечно. Вообще вот эти инструменты тоже... Я считаю, что из-за того, что это органический материал, который впитывает вибрации, он в себя впитывает тоже и эмоции, в том числе человеческие, кроме звука. Вообще каждый инструмент, он уникален. И я, когда я представляю, сколько людей и каких музыкантов играли, в каких он играл, звучал в залах, то, конечно, это очень волнительное ощущение. Ну, еще учитывая тот факт, что много легенд ходит о том, как Страдивари делал эти скрипки, откуда ему подсказывал рецепты и секреты их изготовления, то эти факторы, я думаю, тоже стоит учитывать. Ну да, это немножко поэтизировано, но, в принципе, до сих пор, в общем-то, до конца не раскрыты рецепты. Секрет в лаке. Даша, скажите, вы давно знакомы с Артемом? Вот как долго у вас уже вот этот творческий союз существует? 16 лет. Вы практически учили, наверное, даже вместе, я так понимаю, да? В одной школе мы учились, да. В школе и консерватории в одно время, да. Одноклассники. Ну и расскажите, Даша, только честно, каким же был Артем в детстве? Он уже, ну... Вы тогда заметили задатки будущего известного гениального музыканта? Вы знаете, вообще другие в детстве. Нет, не заметила. Он был обычным мальчиком, который... Нет, он был, конечно, безусловно, он был очень талантливым. Он был совершенно замечательным. Но всего того, что есть в нем сейчас, там близко не было. Был хороший мальчик маминой радости. Маминой радости, да? Маминой радости, да. Артем, это было 5 лет, да? А в школе успехи какие были? Успеваемости, имею в виду? А я же не следила, у меня за собой было. Я могу сказать, что вы играете. А тут в 5 лет у вас появилась скрипка? Я начал играть в 5 лет. А почему вообще скрипка? У вас родители отвели музыкальную школу, все как обыкновенно, да? А я была потом бунтарства по поводу того, что почему не гитара? А он играет на гитаре? Нет, на гитаре я тоже... Я даже знаю, что у вас был выбор с фортепиано, по-моему, да? Ну вообще родители меня хотели отдать на фортепиано, да. Да, вот расскажите. Дело в том, что не было просто мест в музыкальной школе, куда они меня отвели. Вторая музыкальная школа. Это был Минск, город Минск, да? В Минске, да, да. Вот. И нас привели вместе с моей сестрой, старшая сестра. Она музыкантская? На полтора года. Она проучилась 3 года и оставила потом... Она потом закончила архитектурный факультет. И сейчас она дизайнер. А вот, Саша, обратите внимание, вот мальчик Артем. Да, да, да. Играет на скрипочке. Здесь мне, наверное, лет 8, мне кажется. Такой серьезный, сосредоточенный парень. Да. Значит, в 5 лет скрипка. Да, и таким образом я попал на скрипку. И, естественно, я не выбирал, потому что о каком-то осознанном выборе говорить не приходится в 5 лет. Знаете, мне вообще... Ну, родители сказали, значит, видимо, надо. Ну, вот я и начал заниматься. Папа со мной ходил на каждый урок. И занимался со мной дома. И доходило даже до скандалов. И мама запиралась в туалете со смычком, чтобы не давать мучить ребенка. Ну, в общем-таки... Сейчас... Подождите, а папа ваш музыкант? Папа не музыкант. Ну, как, он гитарист-самоучка тоже. И у него очень хороший слух. То есть он слышит все фальшивые ноты. Ну, природный слух хороший. А когда и кто заметил, у вас особый талант к музыке? Сразу это было понятно? Или когда-то вот там в 10-15 лет стало понятно, что вы виртуозно? Нет, это было понятно немножко раньше. Потому что Эдуард Викторович Кучинский, у которого я начинал подготовительный свой класс, он первым делом посмотрел на физиологические данные. Длину пальцев и так далее. Там рычаги все, чтобы было удобно играть. То есть физические данные тоже важны? Если с генетикой не повезло, то извините... Конечно, потому что если бы я был немножко крупнее, скажем, мне бы больше подошла виланчер, а не скрипка. Но скрипки, в общем-то, идеальный размер для скрипки. И быстроту реакции, да, слух, там, что-то пропеть. Ну и понятно, что как бы есть что развивать и есть потенциал. Значит, я отучился у него подготовительный класс. Потом он ушел работать в республиканский колледж, который тогда был лицеем еще. И я учился в музыкальной школе у его жены. Вот, тоже потрясающий педагог. Особенно детский, детский педагог. И первые успехи тоже с ней сделал. Первые два конкурса выиграл в возрасте 10-11 лет. И поступил потом без экзаменов уже Кудару Викторовичу в лицей. Я хочу сказать, что вспоминая сейчас, вот и потом анализируя, и вспоминая какие-то разговоры с моими педагогами уже в более зрелом возрасте, я такой сделал вывод, что я был талантливым с начала, с самого начала. Но дело в том, что, почему Даша сказала, что, в общем-то, она не видела во мне ничего особенного такого, да? Потому что для того, чтобы играть какую-то серьезную музыку, играть ее по-настоящему, а не просто воспроизводить как обезьянка то, что видишь и то, что тебе показывают, нужно иметь какой-то жизненный опыт, которого, в общем, у ребенка и даже у подростка, и даже, я бы сказал, ну, лет до... Да, определенного возраста быть не может, это, конечно, зависит от разных факторов. Вот, и я помню, да, что я, в общем-то, я не вкладывал свою душу в то, что я делал. Я просто был очень старательным, в общем, аккуратным учеником, и у меня получалось технологически многие вещи. Можно согласиться вот с этим утверждением, что трудолюбие – это удел гения, да? И для того, чтобы чего-то достичь, надо много работать. Это ваша история? Это факт, конечно. Это факт. Да, да, и скрипка – это очень сложный инструмент для освоения. Особенно в первые годы, потому что ничего, кроме скрипа, в первые несколько лет невозможно воспроизвести. Если можно на рояле нажать клавишу, будет какая-то нота уже. Вот не надо. Ну, почему же? Да, да, вот, кстати, не надо вот рассказать. Ну, это правда. Но потом, через несколько лет на рояле, я считаю, сложнее заниматься. Потому что там вот эта механика между пальцем и струной, там есть механика. А у скрипки, в общем-то, все извлекается руками. Поэтому первый этап обучения на скрипке сложнее, чем на рояле. Но зато потом на рояле сложнее, так сказать, доставать из него… Душу. Душу, да, нутро. Артем, вот одна из первых ваших наград на, по-моему, первом конкурсе, нашли мы эту информацию. А, да, 8 лет. Это был конкурс? Да, да. Подарили обезьяну. Плюшевую, да, мой плюшевый. Она сохранила это. Да, ее звали Анфиса, поскольку я помню. Она где-то сейчас есть? Она должна быть где-то, либо на даче, либо у меня дома, где-то, да. Я думаю, да. Ну, видите, вот так вот начали с плюшевой обезьяны, потом закончили такими королевскими конкурсами. Кстати говоря, я где-то прочитала, что вы плохо относитесь к конкурсам, как, ну, к каким-то ступеням в карьере музыканта. Нет, 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 не совсем так. Можно сказать, что я отношусь к этому, как, может быть, к неизбежному злу, знаете, потому что в любом случае на каком-то этапе конкурсы нужны и для какого-то профессионального роста, и в том числе для карьеры. Потому что огромная конкуренция в этом музыкальном мире. Как бы ваша карьера повернулась без сна. Другое дело, что эти конкурсы, они не отвечают своим задачам продвижению талантливых музыкантов очень часто, потому что выигрывают конкурсы, как я уже сказал, ученики, члены жюри и да, и так далее. Очень жаль. Чем больше взял мастер-классов, тем больше шансов выиграть конкурс. Вот. Но, в общем-то, это... Почему Даша улыбается? Вы не сограли. Сама идея очень хорошая, конкурсов, Даша. Ну, а ваше отношение к конкурсам, оно какое? Ну, вы знаете, я дело в том, что видела конкурсов раз в пять больше, чем Артем, потому как я играю на рояле, и я очень часто работаю концертмейстером. И поэтому у меня отношение к конкурсам гораздо более худшее, чем у Артема. Но при этом, мне кажется, что конкурсы перевернули в вашу жизнь и карьеру. Это не у вас, это не у вас. Это необходимость, абсолютно. И уже будучи педагогом, сейчас я постоянно готовлю своих учеников на конкурсы. Без этого никак. Без этого не куда, потому что это бесценный сценический опыт, которого, к сожалению, люди молодые не могут получить в необходимой мере. Опыт выхода на сцену, опыт научиться справляться со сценическим волнением, научиться справляться с неизвестной акустикой зала. Но это потрясающе, то, что есть сейчас возможность ездить на массу совершенно разных интересных конкурсов. Но, безусловно, то, что происходит дальше, это уже вопрос, который я не очень хочу обсуждать. А помните ваше первое выступление, ваш первый выход на сцену? Мне было 5 лет. О, это была тоже плюшевая обезьянка? Нет, это был концерт в моей школе. Вы выиграли? Нет, это был просто концерт. Это было мое первое выступление в качестве пианиста. Я играла пьесы Чайковского. Уже 5 лет пианино. У вас же из-за пианино не было видно. Было, поверьте мне. Вот когда я начинала, у меня было 3, но тогда не было. А в 5 уже было. В 3 года? В 3 года вас усадили за рояль. Да. Меня посадил за рояль врач, это была необходимость. У меня не очень хорошо работала левая рука. И мне, ну, родителям посоветовали. Моим тете и дяде, которые меня воспитывали, им посоветовали посадить меня за эстерой. Ну, так 5 вы уже там ого-го как играли, да? Ого-го, не было, было очень тяжело. Детство кончилось в 3 года, да, было все время как-то очень неприятно. Но вот в 5 лет это был мой самый первый выход на сцену. Я его запомнила очень хорошо, потому что в процессе того, как я играла, выключился свет во всем районе. Я доигрывала в темноте и доиграла в темноте. И, собственно, ну, я думаю, что это было такое боевое крещение. Это был хороший знак. Гордая и довольная собой сорвала, наверное, куча плоскостей. Безусловно, конечно же. И продолжает это делать сейчас, после концерта. После этого такой момент, как сценический страх у меня, его никогда не было, просто старство. Мне уже ничего не было страшного. Молодцы. Повезло. Я знаю. Я, вы знаете, думаю, что Артему было тоже страшно в один из периодов своей жизни, когда ему, ну, там, по каким-то жизненным, житейским, насколько я понимаю, необходимость, пришлось выйти на улицы Парижа и играть уже не перед королевой, а перед обычными, казалось бы, французами. Что это за история такая удивительная, на мой взгляд, история, что вы, по-моему, несколько месяцев играли, вы, лауреат международных конкурсов, да, играли на улице, несколько месяцев, заработали при этом деньги, но, насколько я знаю, вам этот труд показался жутко сложным. Что это такое, расскажите. Ведь у нас на улице скрипача, скрипача никогда, мне кажется, не встретят. Нет, бывают, бывают. Другое дело, что, к сожалению, как-то вот отношение к людям, играющим на улице, немножко странное, как будто иногда их даже прогоняют, знаете, милиция, не дает играть. Хотя для меня это странно, потому что что же плохого в том, что если человек играет в переходе где-то музыку, это же прекрасно. Несет красоту. Конечно. Вы знаете, я очень люблю это делать, играть на улице, потому что нету этого барьера, этой стены между публикой и исполнителем. Немножко было сложно начинать, потому что, да, люди ходят мимо, и нужно открыть инструмент, настроиться и начать что-то играть. Люди так же проходят мимо, никто не обращает внимания. Но меня, в общем-то, к этому шагу вынудила моя ситуация, потому что я приехал учиться в Вену из Минска, и нужно было платить за учебу, нужно было снимать квартиру, питаться и так далее. А средств не было, да. И тоже не было очень много концертов, потому что здесь-то меня знали уже, а там почти нет. Вот. И, в общем-то, я такой сделал выбор, что раз уж надо как-то выживать, то я поеду в Париж играть на улице, тем более, что я когда-то это уже пробовал. И да, я играл месяц на улице, потом я вернулся, и потом в Вену, и потом через месяц еще раз поехал на месяц. Потому что, да, я рассчитался с долгами, закрыл все свои финансовые дыры. Да, потому что, в общем... Но это было сложно очень, да? Это было сложно, я играл часа четыре минимум, наверное, каждый день. Ну, естественно, когда дождь, я не мог этого делать. Но сложность в чем, что нужно играть хорошо, и нужно исполнять точно так же, как на сцене, потому что в Париже сотни музыкантов играют на улице, в метро, и... А скрипачей тоже много? А в Парижане они требовательные. Скрипачей тоже хватает. Они избалованные, я думаю, разбал так много. Да, они просто, вы знаете, не только парижане, а ведь половина туристов, если не больше, и они просто не замечают уже. И нужно действительно их зацепить за ухо, так как говорится, чтобы они остановились и послушали, и потом, может быть, далекий день. Это, на самом деле, потрясающий артистический опыт. И мне это очень помогло в плане сценического. Да, и у меня свой просто уличный опыт был в другом возрасте. Я надеюсь, что не фортепиано на улице? Нет, я пела. А, вот. И тоже собирали. Но это совершенно другая... Это другая история именно общения с людьми. Это другая история концентрации. Это действительно тебе нужно понравиться, тебе нужно поговорить, тебе нужно сделать так, чтобы на тебя обратили внимание. И это, на самом деле, работает очень-очень здорово. Вам это помогло, да, как артистам? Очень, очень. Это интересный опыт. Неоценимый просто для меня опыт. Это интересный опыт. И даже до сих пор я иногда выхожу на улицу просто ради удовольствия поиграть иногда. А знаете почему? Потому что вы действительно несете музыку, вы несете красоту, вы несете какую-то душу людям. Саш, давай попросим еще раз. Друзья, люди из музыки сегодня у нас в студии этим добрым вечером. Ну, конечно, что-то говорим, говорим. Пора бы уже музыкальную паузу внести в наш вечер. А что будет, да? Что сейчас будет для наших людей? Я сыграю фрагмент тоже, несколько вариаций из каприза Паганини номер 24. Знаменитого. Ну, знаменитый Паганини. А что такое каприз на 24? Сейчас услышим. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Браво! Спасибо, Артем. Это замечательно, честно. А у вас есть любимые авторы, любимые произведения для скрипки? Ну, вы знаете, этот вопрос часто задают, и я на него всегда очень уклончиво отвечаю, потому что громадное количество гениальной музыки в мире существует. И точно так же, как я бы мог вас спросить, какая любимая книга или автор. Очень сложно ответить, потому что, ну, слишком большой выбор. Вот, поэтому... Но я могу сказать, что я люблю всю музыку, которую играю, потому что иначе невозможно. Невозможно исполнять музыку, в которую не влюблен. Это иначе не будет просто хорошо. У меня еще один вопрос, наверное, с него и стоило начать. Где вы сегодня живете? Где ваш дом? Где вы сегодня работаете? И есть ли вообще такое место, кроме, естественно, многочисленных концертов и гастролей? Сложный вопрос. Я не знаю даже, как на него ответить, потому что вроде бы семья моя находится в Минске. В общем-то, можно сказать, что база моя находится в Минске. Но при этом я постоянно езжу. Я провожу с моей семьей, ну, максимум, может быть, месяц, максимум полтора, в году, в году. Вот. И все остальное время я езжу по разным проектам. У меня нет постоянной работы. У меня есть немецкая рабочая виза. Вы свободный художник. Потому что я достаточно много времени провожу в Германии, в Берлине, в частности, с разными проектами. У меня несколько в Берлине проектов есть в течение нескольких лет. Вот. Поэтому, в общем-то, жизнь на колесах, в аэропортах, гостиницах. А Даша, она участвует во всех ваших проектах? Или это такие? Или может вопрос задать по-другому? Кто у кого участвует в проектах? Можно так задать вопрос? На самом деле, мы играем в основном вдвоем дуэты. Бывают какие-то камерные ансамбли, трио, квартеты, квинтеты. Но в основном мы работаем вдвоем с ней. Но, кроме того, у нас, у каждого из нас, очень много еще других. Сольных каких-то вещей. И сольных вещей. И сольных вещей. И сольных вещей. И сольных вещей. И камерные музыки, и преподавания, и оркестровые проекты, в моем случае тоже. Так что, то, что мы вместе с ней работаем, это не значит, что мы постоянно вместе, постоянно играем. Мы встречаемся до какого-то концерта за неделю или какое-то количество дней, репетируем. Потом играем в концерт, потом разъезжаемся, потом можем встретиться через три месяца. Ну, ваш дуэт очень любит публика. Мы спрашивали уже. Даша, вам комфортно с Артемом работать эти годы? Ну, я бы с ним не работала, если бы не было комфортно. Ну, я вижу, вы требовательная такая, по жизни тоже, да. Это право деформации. Я вообще другая. На самом деле все гораздо мягче. Нет, мне с Артемом, безусловно, конечно, очень комфортно. И очень важный, я считаю, в этом момент в том, что мы какой-то момент формирования именно человеческого и музыкантского провели вместе. У нас были одни учителя, по большому счету. То есть в чем-то мы так базово заложены одинаково. А дальше мы уже развивались несколько в разные стороны. Но все равно до сих пор как-то мы находим общий язык. Скажите, Даша, как вы считаете, классические произведения, и к вам, Артем, тоже этот вопрос, естественно, они в принципе когда-нибудь могут стать массовой культурой или это никогда невозможно? И надо ли? То, смотря что. Это очень сложный вопрос, на самом деле, на который нельзя ответить однозначно ни в коем случае. Если я сравниваю массовую культуру, то, что называется массовой или поп-культурой, с культурой классической музыки, то я вижу огромную разницу, потому что классика, она заставляет думать и чувствовать намного глубже, чем поп-культура. Вот и все. И поэтому просто человек развивается намного быстрее и глубже и больше. Даша, Артем, а даете ли вы мастер-классы? Даю. Кроме того, что я даю мастер-классы, я преподаю в колледже при Белорусской академии музыки в Минске. У меня огромный и очень любимый класс. И мастер-классы, да, безусловно, есть хорватский проект, в котором я работаю. И самая главная история, которая началась полтора года назад, это то, что называется Академия Доже Шварцберг, которую мы делаем с моими друзьями, замечательными музыкантами, Анной Савицкой и Яковом Диалогом, которые, я надеюсь, привезти в Гомель весной и познакомить с ними публику. И у нас сейчас в этом году несколько проектов в Украине и в Швейцарии, где мы будем преподавать, да. Ну, я очень рада, что такие гениальные музыканты имеют свои школы, скажем так, своих учеников и, в общем-то, преподают мастер-классы. Кстати, я знаю, что вы, Артем, занимаетесь еще и благотворительными проектами, по крайней мере, участвуете в них. Один из последних был, по-моему, связан. Расскажите, вот я боюсь, что... Мы, в общем-то, из Даши иногда участвуем в каких-то таких проектах. Мы играли в интернате. В Лондопах. Да, да. Людям, которые вообще никогда в жизни не слышали музыку. Там есть интернат для людей с определенными изменениями развития, но которые вышли из детских домов, не социализировались, и вот там есть такое место. Мы привезли им инструменты, мы играли там концерты. Это было очень сильное впечатление тоже. Это было одно из самых сильных эмоциональных впечатлений. Для вас. Да. Вы спросили про проект «Музыка за мир». Да, «Музыка за мир». Это проект... Это какой-то международный, по-моему, такой проект. Это международный проект. Организовывают мои друзья Виталий Ватуля и Мария Немцова. Они россияне. И они играют благотворительные концерты, дают мастер-классы и приглашают с собой постоянно тоже разных музыкантов. Они играют в постконфликтных зонах, в каких-то пострадавших от стихийных бедствий местностях. Я с ними был уже в Израиле, Палестине, Индии. И вот в сентябре мы были на Северном Кавказе. И очень интересно. И в конце сезона, объездив огромное количество стран и городов, они выбирают лучших детей. И играют вместе с ними такой гала-концерт в Москве, в Петербурге. И в Минске мы тоже играли. На самом деле я бы задала такой вопрос. Какие все-таки самые амбициозные планы остались у Артема Шишкова, у музыканта, который уже поиграл на скрипке с Традивари? О чем еще мечтаете? Чего хотите? Знаете, я такой вообще человек, что я редко очень мечтаю. Я, в общем-то, как-то, можно даже сказать, плыву по течению, что ли. Но все так хорошо складывается, что я доверяю тому, что происходит. И вот оно происходит очень хорошо. Что бы вы хотели пожелать нашим зрителям сегодня? Счастья. Любви, счастья. Ну и побольше хорошей музыки в жизни. Много-много музыки. Конечно, конечно. Музыка это... Я считаю, что вообще это удивительный подарок человечеству вообще. От природы и от Бога. С огромным удовольствием в следующий ваш приезд с гастролями в Гомель мы ждем вас у нас в гостях. Дорогие друзья, лауреаты международных конкурсов Артем Шишков и Даша Мороз сегодня были у нас в гостях. Спасибо вам, ребята. Ждем. Друзья, после такой музыки мы просто обязаны отправиться, ну, или в Лувр, или в Эрмитаж. Ну, как минимум. Ну, а сегодня, на самом деле, Эрмитаж сам приехал к нам, а точнее, одна из его уникальных коллекций. Собрание буддийских древностей Эрмитажа в Гомеле. Событие, о котором не говорит разве что ленивый. Ну, еще бы. Впервые в музее Гомельского дворца одна из самых значительных коллекций в мире. И надо отметить, что вообще музей Гомельского дворца в последнее время, ну, просто впечатляет выставками. Дорогие друзья, у нас в гостях Татьяна Литвинова, кандидат искусствоведения, заведующая художественным отделом музея Гомельского дворцового паркового ансамбля, и Юлия Ильихина, старший научный сотрудник отдела Востока и Государственного Эрмитажа, город Санкт-Петербург, кандидат исторических наук. Добрый вечер. Мы очень рады видеть вас у нас в гостях. Первый вопрос. Эрмитаж пожаловал к нам. Да. Как? Так получилось. Да, по воздуху, Саша. Почему вот именно эту выставку представляют? Ну, во-первых, почему Эрмитаж? Почему Эрмитаж? И это действительно событие очень необычное, ибо мы знаем, что Эрмитаж с региональными музеями мало работает, преимущественно это крупные музеи, это национальные музеи, ну, поскольку Эрмитаж во многом имеет, вернее, Гомель во многом связан с Петербургом, и в частности с Эрмитажем, и у нас проходили переговоры с гениальным директором Эрмитажа, Михаилом Борисовичем Петровским, который был у нас в Гомеле, и поскольку дворец, наверное, все-таки располагает к расположению таких дивных коллекций, какие находятся в Эрмитаже, ведь так на самом деле было и в прежние времена, и поэтому все-таки Эрмитаж в Гомеле. Юля, не та ли эта экспозиция, которая была год назад в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге? Не то ли вы привезли в Гомеле, расскажите. Да, 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 год назад она действительно была во дворце у нас, но она была в более полном объеме, там было гораздо больше экспонатов, ну, вот, занимала она 9 залов, ну, здесь немножко такой сокращенный вариант, да, к сожалению. То есть там это было около 400 экспонатов, а у нас что-то, я слышала, 100 с чем-то вы привезли. 170, да. И тоже это немало получается. У меня вопрос по названию выставки, она называется «Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма». В чем ее уникальность и откуда такое название? Название я придумала сама. Название связано с божеством милосердия, которое находится в Тибете. Считается, что место обитания этого божества именно Тибет, и вот это божество покровительствует Тибету, покровительствует всем людям вообще, если говорить о том, все-таки буддизм одна из трех мировых религий. Вот, ну, поэтому, наверное, такое название «Обитель милосердия». И действительно у нас выставка здесь в Гомеле, она открывается скульптурой божества милосердия и закрывается скульптурой божества милосердия. Ну, мы уже успели даже побывать на уникальном, я считаю, вообще мероприятии, которое называется как бы «Монтаж выставки». Расскажу вам больше. Наталья полностью восхищенная приехала с этой поездки, когда шел монтаж выставки, впечатлилась особенно тем, что она так же руку приложила к монтажу. Да, но дело в том, что я держала вот так вот коронованный Будду, по-моему, да, 12 век. Ну, это что-то невероятное, это очень интересно на самом деле. И самое интересное, это божество милосердия. Юлия, что это такое? Я увидела это так. Это тысячи рук, в каждой ладошке один глаз, это значит тысячи глаз, 11 голов. Что это? Что это за статуэт, которая прямо вот начинает эту уникальную выставку? И неужели там действительно тысяча рук? Да, там действительно тысяча рук. Это божество называется Ау-Кития-Шура, да, это божество милосердия уже, как я сказала. Но и форм у него очень много, у него на самом деле 108 форм. И поэтому на выставке можно видеть некоторые из них, не все, к сожалению, но много. И нужно помнить, что, конечно, буддизм – это, во-первых, одна из трех мировых религий, как я тоже уже говорила. А во-вторых, очень много божеств, 10 тысяч божеств. И у каждого божества очень много форм. Вот такое вот многообразие. Ну, может быть, она потому интересна, что, в общем, наш мир достаточно многообразен. А мы, к сожалению, мало об этом знаем, тем более, что на протяжении, в общем, советского времени все-таки религии, ну, сами знаете, не очень приветствовались. И поэтому зрители немножко, может быть, не подготовлены, может быть, это будет где-то сложно, но я думаю, что все равно это будет интересно. Потому что техника изготовления скульптуры уникальная. Каждая скульптура делалась в единичном экземпляре. И, в общем, проработка деталей, и такая вот техника обработки металла. Многие современные художники, например, Шемякин или даже Намдаков, они говорят, а мы так не умеем. В чем еще особенность этой выставки? Что мы, наверное, давно в нашем музее такого обилия предметов декоративного прикладного искусства не выставляли. То есть из 170 предметов только 33, кажется, живописи, да? 13 живописи. А, 13 живописи. Ну, миниатюрные живописи. Ну, миниатюрные не считаем, да. То есть, в общем-то, где-то 130 предметов. Это все пластика, это все вещи, это все то, что требует витрин, полочек, подсветки, подставочки и так далее. Это действительно работа была кропотливая для мастеров, но мы где-то за ними идем в кропотливости подачи, потому что хочется, чтобы все выглядело очень эффектно. Ну, на самом деле, я читала, что именно в Эрмитаже собрана сегодня одна из самых-самых крупных в мире коллекций искусства тибетского буддизма. Юля, скажите, вот на ваш взгляд, какая самая-самая уникальная в Эрмитаже сегодня находится, может быть, статуэтка? Да, у нас в Эрмитаже есть статуэтка начала 15 века, она на 30% сделана из золота. Она большая? Нет, она небольшая, она где-то порядка 20 сантиметров. Но она, конечно, настолько уникальная, что я не возьмусь ее никуда не возьмите вообще. То есть для того, чтобы ее увидеть, нужно приехать в Эрмитаж и посмотреть? К сожалению, нет, она не на выставке. Даже не на выставке, она в фондах, наверное, хранится. Ну, вот я вас сейчас слушаю, и вот уже, когда я все это увидела собственными глазами, я вас где-то даже и понимаю. Потому что вот эти все статуэтки, связанные с тибетом, с буддизмом, они очень детализированы, на мой взгляд. Они очень интересно сделаны. Это действительно настоящее искусство. Там складочка на одежде, да, вот она несет определенное значение. И каждую можно рассматривать, ну, не по 5 минут, а как минимум полчаса. Да, это точно. Но на самом деле меня очень удивили такие, ну, может быть, не враждебные, а, как это сказать, такие устрашающие, гневные, да, гневные, конечно же, статуэтки. Может быть, действительно надо более окунуться в буддизм, чтобы понять, что это обозначает. А почему так много присутствует на выставке именно таких вот гневных божеств? На самом деле гневных немного. Там две витрины у нас получилось. Но гневные, они тоже хорошие. Просто ведь, как у жизни есть разные формы, так и у Будды есть разные формы. К кому-то он поворачивается милостивой стороны, кому-то гневный. Но это просто в первую очередь, это защитники буддизма имеют гневные формы. А с другой стороны, ведь не всегда нужен пряник, иногда нужен икнут. Да, а солнце ведь не всегда ведь столько добро. Не только оно грето, оно может выжигать, правильно, как и дождь, так и, ну, как стихи, так и божества. На ваш взгляд, тибет и восточная культура, почему они сегодня настолько интересны и востребованы? Можно даже сказать, модны. Будучи человеком европейским, изучающим преимущественно европейское искусство, ну, то, что восхищаешься перед этими вещами не только по технике изготовления, по совершенству, но еще и видишь, как много европейцы почерпнули оттуда, как это пришло в искусство, в самые разные виды, и в Рококо, и в Модерн, эти очень красивые завитки и линии, которые мы там просматриваем, это одна ситуация. А другая, вот, собственно говоря, как любой воспитанный человек, читая о буддизме, и теперь в большей степени понимаешь, что, наверное, это та философия, которая нам очень нужна. Это даже, может быть, не столько, и, ну, мне кажется, не столько для меня эта религия, сколько философия, которая обращается к людям, к всему самому доброму, к терпимости, к справедливости, к милосердности и так далее, и взаимопомощи. Как нам этого сейчас не хватает? Вот у меня такой взгляд, Юлия, на эту проблему. Да, конечно, и это тоже очень немаловажно. Ну, и надо помнить, что в России это все-таки традиционная религия, потому что у нас и буряты, и калмыкии, и туинцы, они все буддисты. И, в общем-то, это было достаточно давно, это со времен еще Елизаветы, когда в состав России вошла бурятия. А с другой стороны, конечно, философия, я думаю, что для современного человека философия важнее всего. И, может быть, буддизм, он, знаете, вот благодаря такой своей отрешенности, благодаря тому, что он учит, что весь мир – иллюзия, да, и самая главная метафора буддизма – это отражение сияющей луны в воде. Вот, вот, может быть, именно такое отношение к миру слегка отстраненное, оно как бы помогает нам в повседневных делах преодолевать. Да, преодолевать. Преодолевать, да. Ну, я вот прям чувствую, что вы очень-очень давно увлекаетесь Востоком, искусством Востока, это чувствуется даже в каждом вашем слове. Я знаю, что вы даже много путешествуете, да, изучая определенные... Да, 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 да. Случается. Последнее, вот, вы... Последний раз где вы были и что привезли, может быть, для фонда Вермитажа или для собственных коллекций? Ну, у меня нет никаких коллекций, я ничего не коллекционирую. Нет, мне вполне хватает того, что я имею на работе. Поэтому у меня весьма специфическое отношение. А где я была последний раз? Ну, последний раз я была буквально месяц назад на буддийской конференции в Красноярске, а до этого я летом была... Сначала я была в Бурятии, потом я была в Туэ, потом я была в Монголии. Ну, и, в общем, наверное, этого хватит. И готовьтесь в Японию поехать, да, сейчас в Гомель? Сегодня в Японию готовлюсь, да, но это уже в следующем году. Юля, ну, вот Вермитаж впервые приехал в Гомель. Как вам у нас, вот, как вам дворец наш город? Как встретили, как разместили, приютили? Да, по-моему, все замечательно. Дворец очень понравился. Но мы, правда, обижали так кратенько несколько залов, потому что... Еще на будущее оставили. Да, у нас еще просто времени не было, мы же действительно занимались вот только выставкой, сначала распаковкой, потом монтажом. Кстати говоря, недавно в фонды музея Дворцово-паркового ансамбля поступил особый раритет фотоальбом «Гомель-1911». На его страницах помещены 14 подлинных фотографий начала XX века с видами парка и интерьеров Гомельского дворца, части из которых не были известны ранее и стали таким вот открытием. Татьяна, расскажите нам вот эту удивительную историю, кто, где и как нашел эти уникальные фотографии. Очень уместно сегодня говорить об этом альбоме именно в присутствии коллеги из Эрмитажа, потому что, наверное, первый такой знаковый момент был нашего проникновения в тайны дворца. Это именно поступление фотографий, вернее, изображений из Эрмитажа. Они были сделаны в середине XIX века Джованни Бянки, известным фотографом, и на этих фотографиях изображены интерьеры и виды Гомельского дворца. Мы сделали тогда выставку «Постигая дворцовые тайны», и мы стали потихонечку все больше и больше их постигать. Этой весной я была на конференции в Петербурге, на миссмахерских чтениях в Академии Штиглица, и когда рассказывала о дворце, мне там сказали, что вот где-то в Москве есть альбом, в котором тоже есть виды вашего дворца. И вот мы отыскали владельца этого альбома, который его продавал, ну, так скажем, торговались, так ввели какую-то переписку, переговоры, и этот огромный увесистый по 20 килограммов такой фолиант, да, в такой софьяновой обложке светло-кожаного цвета с тиснением Гомеля 911 и с этими фотографиями наконец поступил к нам, Беларусьбанк нам помог его приобрести, вот, ну, а привез из Москвы наш коллекционер Сергей Путилин. И сегодня мы видим, что вот, оказывается, в этом зале еще вот это было или там хранилось это... То есть фотографии, и эта находка меняет, да, наше представление об истории? Во многом, конечно, иконография, то есть изображение того, что мы изучаем, это всегда очень важно. У нас есть описи на личности Гомельского замка за разные периоды, они в архиве, они в нашем музее. И когда мы читаем, например, в архиве, что здесь, там, например, в спальне княгини стояли столики такие-то перламутром украшенные, мы только догадываемся, что это те, которые сохранились в наших фондах. А когда мы открываем этот альбом, мы видим, что это на самом деле те столики, пусть даже в черно-белом варианте, но мы их абсолютно угадываем по форме, читаем, и это нам во многом подсказывает, как нам дальше быть, куда идти, и как с экспозицией, может быть, распоряжаться на будущие времена. Юлия, скажите, а как Эрмитаж собирает свои коллекции? Ну, естественно, что мы тоже приобретаем вещи, мы отбираем вещи. Я общаюсь с разными коллекционерами, я смотрю, что вообще появляется и на разном антикварном рынке во всем мире. Естественно, что мы в курсе, но приобретаем вещи какие-то. Вот недавно мы, например, купили чугунную статуэтку, которая была изготовлена на Петровском заводе. Такие статуэтки, они отливали специально для бурятских дацанов, но это вот сохранилось, наверное, чуть ли не в единственном экземпляре, потому что нигде в музеях России я нигде ничего подобного не видела, и думаю, что вещь тоже такая уникальная, как ни странно. Скажите, а есть ли какая-то мечта, что бы Эрмитаж хотел приобрести? И почему-то не может. Нет, ну, знаете, конечно, наши финансовые возможности тоже ограничены. Но президент вам помогает, Россия. Ну, президент помогает, но когда я запросила за миллион долларов скульптуры, мне сказали, знаете, это все-таки очень дорого. Ну, Юля, а что это за просьба была? А что за скульптуру вы хотели купить за миллион долларов? Начало 15 века, знаете, там такое божество, у него много рук, много лиц, много разных атрибутов. Это небольшая скульптура, 23 сантиметра, из одной частной московской коллекции. И все дело в том, что сейчас такие вещи, они гораздо дороже на мировом рынке. Китайцы вообще свои цены не ограничивают. В принципе, я думаю, что такую вещь реально можно продать за 3 миллиона долларов, это как минимум. Это еще человек, для того, чтобы она осталась в России, он как бы так немножко уступил. И то, видите, вот Эрбонтаж сказал, дорого. Но вообще порой, конечно, мы приобретаемые за миллион рублей. Так вот недавно было, относительно недавно, несколько лет назад куплен большой фарфоровый кофейный сервис императорский. Ну, какие-то вещи, да, но далеко не все, что нам бы всем хотелось. Потому что у нас очень много отделов, очень много хранителей. Есть и русский отдел, и западноевропейский отдел, и античный отдел. Вот, не только отдел Востока. И отдел археологии, кстати, позвольте. Я скажу, что у Эрбонтажа есть интерес и возможность пополнения фондов не только вот благодаря покупкам, но и на протяжении нескольких лет государство Эрбонтаж, отдел археологии, проводят раскопки на территории нашей области, Гомельской области, у деревни Горошков Реческого района. И там ранний железный век, там погребения и городища. И каждый год они по 300 квадратных метров выкапывают. И материал очень интересный для Эрбонтажа, для вообще всей Восточной Европы. Поднимается оттуда и вводит какие-то в научный оборот новые интересные информации. Кстати говоря, во дворце проходит еще одна выставка. Юль, вы видели выставку Рождественской? Екатерина Рождественская, частная коллекция. Успели посмотреть? Ну, проходила просто мимо, к сожалению, еще не успела, еще ничего не успела. Ну, вообще суть частной коллекции – это перевоплощение знаменитых современников в персонажи известных картин. Вот скажите, кто стал героями в этот раз? Татьяна, расскажите, почему вообще эту выставку надо видеть? Героев очень много, и вы знаете, у нас на второй этаж поднимаются люди, которые смотрят телевизор, которым интересно вот это шоу-жизнь, люди, медийные персоны. И вообще, я должна сказать, что хоть в этот раз не приезжала к нам Екатерина Рождественская, она очень обаятельный и интересный человек, и она рассказывает, как она создает эти портреты, и как она общается с людьми, и насколько легко многие идут на контакт. И Людмила Гурченко, например, ну, с удовольствием и в таком, и в таком образе выступала. И то, как находится подобие в тех или иных персонажах, вот в портретах старинных, конечно, это удивительно. Ну, и видите, Екатерина Рождественская свою заняла такую нишу, и вот эта выставка пользуется. Хотя она у нас несколько лет, ну, подобного характера выставка была несколько лет назад, но, тем не менее, люди опять идут и вот изучают, как это выглядит на фотографиях современного художника. Сколько работ предоставила Екатерина в этот раз? В этот раз у нас что-то более сотни, 120 фотографий. Ну, мы их очень так удачно вписали в антураж дворцовых интерьеров, такие коллажи, инсталляции с мебелью, стилистики похожие. И всегда, вообще в наших залах, конечно, выставки, я уверена, смотрятся хорошо, потому что, ну, по-своему, это и старый дворцовый интерьер. Во-вторых, ну, наверное, эти залы, которые во все времена прежних владельцев и при Румянцевых, и при Паскевичах, действительно показывали предметы искусства. Они на это были рассчитаны, несмотря на то, что там были и спальни, и гостиные. Но всегда было очень много коллекций, и коллекции у нас выглядят замечательно. Вообще, какие планы у музея вот по таким вот уникальным, уникальным экспозиторам? Можем предположить, если начало положено, то и планы на ближайшее будущее также уже обозначены. На будущее у меня есть очень большая мечта, и, в общем-то, ее услышал Михаил Борисович Петровский, когда был у нас в Гомеле. Это выставить коллекцию предметов искусства из бывшего собрания Паскевича, которые поступили в Эрмитаж. Это очень ценные, очень яркие вещи. И когда он отсмотрел у нас фотовыставку, открыл свой телефон и сказал, да, у вас на самом деле, вернее, у Паскевичей были хорошие вещи, и они теперь в Эрмитаже. Очень здорово, очень интересно. А какие планы у Эрмитажа, Юля? Расскажите. Ну, у Эрмитажа много всяких разных планов, я не могу говорить. Как часто вы выезжаете с коллекциями в белорусские города? Для меня вообще это первый опыт, но я знаю, что относительно недавно делали выставку в Минске японского искусства. Графики, да? Да, графики. У Кио это традиционная японская гравюра, конечно, но она тоже достаточно интересная и востребована во всем мире. Вот эту буддийскую коллекцию, эту буддийскую выставку запросил у нас в Амстердаме, у нас там филиал свой в Амстердаме, но на 2018 год, потому что все расписано. У меня очень разные коллекции в хранении, поэтому я с разными выставками езжу, и с археологическими, и с буддийскими. Ну и нужно сказать, что, в общем, редко, когда какой-то год обходится без какой-то выставки, да, потому что недавно у нас была выставка в Казани, закрылась у нас. Там, кстати, тоже свой филиал у Эрмитажа. Вот эта выставка, посвященная средневековому путешественнику и Бонфадлану. Потом у нас была выставка, посвященная шелковому пути в Амстердаме тоже пару лет назад. Ну, в общем, музей, и даже несмотря на то, что, может быть, Восток все-таки... Дело тонкое. Дело тонкое, да. И не всем понятно, тем не менее, спрос на такие выставки есть. В этом году... Благодаря этому или смотря на это. Да, в этом году мы делали выставку в Выборге. Там тоже наш филиал. Выставка называлась «Пять символов счастья». Ну, в общем, Восток как-то... Дорогие друзья, обитель милосердия в Гомеле, искусство тибетского буддизма, уникальная выставка. Дорогие друзья, пока она не уехала в Амстердам. У вас есть уникальная возможность... Да, ее посетить. ...в выставочные залы Дворца Румянцевых и Паскевичей и своими глазами все это увидеть. Ну, а мы хотели бы поблагодарить наших сегодняшних очаровательных гостей. Спасибо вам большое. У нас в гостях были Татьяна Литвинова, заведующая художественным отделом Музея Гомельского дворцового парка в ансамбле, и Юлия Елихина, старший научный сотрудник отдела Востока государственного эрмитажа из города Санкт-Петербурга. Спасибо. Спасибо вам. И до новых встреч. Дорогие друзья, это была программа «Добрый вечер, Гомель». Заходите на наш сайт, подписывайтесь на наши новости в популярных соцсетях, и давайте обращаться чаще. Ну, а мы желаем вам теплого, уютного, очень хорошего продолжения этого чудесного вечера. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин